Красивый, хороший, сложный вопрос. А есть другой вопрос? То есть родители хотели, чтобы вы работали на ферме? Да. Я нервничал, да. Переживал, да. Я не любил стоматологию. Здравствуйте, Дина. Я очень рада снова поприветствовать вас. Сегодня был третий день нашего четырехдневного семинара. И, если честно, было непросто организовать это мероприятие, учитывая ситуацию с пандемией сегодня, закрытые границы во многих странах. Но, несмотря на все эти внешние сложности, мы справились с тем, чтобы преодолеть эту ситуацию, и сегодня мы все здесь. Я очень рада этому. Честно говоря, мы ждали это мероприятие почти два года. И это мероприятие соответствовало всем нашим агрессорам. ожиданиям. Полагаю, что все участники и гости семинара полностью удовлетворены, получили полезные знания и смогут использовать эти знания в практике. Это невероятно важно. Полагаю, что вы тоже получили удовольствие от своей работы, пообщались с разными людьми. Вот, Дина, пожалуйста, опишите ваши эмоции сейчас. Как вы себя чувствуете после такого насыщенного мероприятия? Спасибо большое, Вероника, за вопрос. Что ж, ну, прежде всего, должен сказать, что я понимаю вас. Я понимаю ваш вопрос. И честно для меня, вспоминая свою жизнь полгода назад и сейчас, сейчас я уже могу понимать вопрос Вероники. Для людей, которые говорят на английском, да подумаешь, не проблема. Но для меня это проблема. Шесть месяцев тому назад я еще не говорил на английском. Для меня было сложно как слушать, так и говорить на английском. Я очень рад, потому что я понимаю ваш вопрос. Ну, что ж, попробую сейчас сформулировать ответ. Вы правы. Пандемия многократно переносила дату этого мероприятия. Но я думаю, что меняла даты многих мероприятий. Не только этого мероприятия, но многих мероприятий в стоматологии, в мире, в целом. Ситуация оказалась глобальной, и как в стоматологии, так и в мире обучения в целом. Вы многократно переносили дату. Да, это проблема. Конечно, понимаю, что это проблема для всех организаторов, но лично для меня не так уж и плохо оказалась, потому что шесть месяцев тому назад я не говорил на английском. И вначале идея была в том, чтобы проводить этот курс на испанском языке. Лично я считаю, что очень важно, да, со всеми этими проблемами, очень важно было провести этот курс на английском. И вот я немного переживал, нервничал, потому что для меня это новый язык. Но в то же время я очень рад, потому что это второй день, нет, третий день. Практически уже подходим к завершению курса, и все идет очень хорошо. Для меня самое важное, это чтобы студенты, когда вернутся домой, научились этим методикам и могли их использовать. Это очень важно. И сейчас я знаю, что да, сработало. К завершению курса студенты довольны результатами. Курс был на английском, участники счастливы, и я счастлив, даже более счастлив, чем участники, потому что для меня это был первый опыт преподавания мукогеневальной хирургии на английском языке. Я нервничал, да. Переживал, да. Но в то же время я очень рад. Вы сделали великолепную работу. Огромный шаг вперед. Я понимаю, что это был первый раз, когда вы читали курс на английском языке, а не на испанском. Полностью вас понимаю. Итак, вы лектор, опинион лидер в данный момент. И я понимаю, что для этого нужно было работать тяжело, чтобы достигнуть действительно таких очень хороших результатов. Почему вы решили стать лектором и обучать врачей? Ну, это очень интересный вопрос. Я думаю, что первый шаг, чтобы ответить на ваш вопрос, касательно образования. Во время магистрской программы я проходил магистрскую программу в Мадриде, в Университете Комплитенция Мадрид. Антонио Восконес и Марьяно Санц были в то время руководителями этой магистрской программы. У меня была возможность пройти эту магистрскую программу. Так вот, на этой периопрограмме магистрской в Мадриде вы должны изучать парадонтологию, много читать различных статей, также лечить большого количества пациентов. И частью этой программы является то, что вы тоже должны преподавать, делиться своими знаниями с вашими коллегами. Если вы делаете действительно хорошие презентации, активно преподаете во время этой магистрской программы, то вы можете большему научиться, потому что и ваши коллеги могут точно так же научиться большему и подталкивают вас к тому, чтобы вы читали хорошие презентации. Таким образом, к завершению магистрской программы у вас есть две возможности. Да, научились лечить пациентов и научились также преподавать, лечить других людей. По завершению магистрской программы у вас есть две возможности. Вы можете или решить лечить пациентов в клинике самостоятельно, или же можете выбрать университетскую карьеру. То есть, как бы абсолютно разное направление. Но конкретно в моем случае я люблю оба направления. Немного работаю в университете, провожу курсы такие, как этот, и в то же время я люблю лечить пациентов. Мне нравятся обе эти возможности. Я влюбился в парадонтологию, и я хочу, чтобы другие профессионалы точно так же влюбились в парадонтологию. Именно по этой причине для меня очень важно преподавать мокрингивальную хирургию. То есть, в данный момент у вас есть лекционное направление и медицинское направление, да, и они между собой неразделимы. А вот если бы была возможность выбрать лишь одно направление, одну деятельность, что бы вы выбрали? Преподавать или учить? Преподавать, учить или лечить? Сложный вопрос. Красивый, хороший, сложный вопрос. А есть другой вопрос? Постараюсь ответить. Для того, чтобы лечить пациентов в частной клинике, мы стареем, и с возрастом мануальные навыки уже будут отличаться. С возрастом, возможно, уже еще смогу проводить курсы, но не уверен, будут ли те же мануальные навыки с возрастом. Это первая причина. И вторая причина. В частной клинике есть большая расходная составляющая. Нужно платить арендную плату, оплачивать зарплату ассистентам, персоналу. Каждый день есть большие расходы. Работая в клинике, вы вынуждены работать ежедневно, постоянно, чтобы иметь возможность оплачивать эти расходы. А вот опыт преподавания, он слегка отличается. Вот нету этих постоянных расходов. Курсы можно читать и в более пожилом возрасте. Завершая ответ на этот вопрос, скажу так, мне нравится и то, и другое. Мне нравится лечить пациентов. И точно так же я обожаю вопросы, связанные с парадонтологией. Но в будущем, если все-таки выбирать, я бы, наверное, выбрал преподавание. То есть, вы бы выбрали преподавание? В будущем, да, с возрастом. Наверное. Классный ответ. Насколько я знаю, вы родились в Италии, верно? И профессиональный рост происходил в основном там. Но сейчас живете в Харуне, солнечный город в Испании. Почему вы решили переехать в Испанию? И, возможно, вы рассматриваете Испанию как страну с хорошим балансом между работой и жизнью? Ну, вопрос нужно разделить на разные составляющие, потому что вопрос большой и интересный. Почему живете в Испании сейчас? Ну, история. Наверное, сейчас важно объяснить для молодых стоматологов, как происходило мое обучение. И затем уже соединить свой опыт обучения с нахождением в Испании. Когда я был еще маленьким-маленьким мальчиком, когда был еще в начальной школе, я был очень-очень плохим учеником, очень плохим учеником. Настолько плохим, что моя семья, родители думали, Дино не университет. не поступят в университет. Именно, да. Большое спасибо. Ну, потому что тогда был очень плохим студентом. И в начальной школе, это была школа, которая готовила не к университету. Средняя школа, просто прощение, средняя школа готовила к работе на ферме. Ну, потому что, да нет, Дино в университет не пойдет. То есть, родители хотели, чтобы вы работали на ферме? Да, в начале. Но затем что-то изменилось у меня в голове, и невероятно, ну, я думаю, где-то в отрасли 14-16 лет я решил много учиться, и к завершению средней школы, а учился-то я готовился к тому, чтобы работать на ферме, да, а не в университет поступать. Но мама, затем, и мой старший брат, потому что у меня с старшим братом разница в 16 лет. Так вот, мама и старший брат сказали, Дино, можешь заниматься стоматологией, построить карьеру в стоматологии? Серьезно? Я? Карьеру в стоматологии? Да. Можешь построить карьеру в стоматологии? То есть, выбор заниматься стоматологией был подтолкнут к этому мамой и старшим братом. действительно много учился для того, чтобы поступить в университет Милана, ну, не знаю, как в России, как поступить в университет, но в Италии в то время, в 1995 году, для того, чтобы поступить на стоматологический факультет, ну, это было сложно, очень сложные экзамены, но я успешно сдал эти экзамены. То есть, пошел по идее мамы и брата. Но, пока я учился, я не любил стоматологию. Пока учился, я не любил стоматологию. Да, я любил учиться, но стоматологию я не любил. И вот проблема. Не люблю стоматологию. И помню, как первый раз поехал с гуманитарной миссией в Никарагуу. Это была компания людей из Испании, когда мы во время учебы поехали на месяц в Никарагуу. Там, конечно, ситуация очень отличается от Мадрида, и в Никарагуе, например, не было возможности пройти обучение пародонтологии. И вот тут у меня изменилось мнение. Стоматологию не люблю, но пародонтологию, возможно, полюблю. Собственно, закончил университет в Милане в 1999 году. и к завершению обучения я решил поехать в Испанию для того, чтобы там пройти магистрскую программу по пародонтологии. Это невероятно, потому что в это время Мадрид не был известен в мире в области пародонтологии в 1999 году. Да, сейчас я считаю, что Мадрид пожалуй, самый важный центр обучения пародонтологии, но в 1999 нет. Мари Цио Тернете, друг и коллега, посоветовал пройди магистрскую программу в Мадриде. Ну, вот решил поехать таким образом в Мадрид. Провел три года, очень важно, три года для того, чтобы поступить на эту магистрскую программу. Три года много учился для того, чтобы поступить на эту магистрскую программу. Продолжительность программы магистрской тоже три года. 1999 года закончил университет в Милане, а в 2004 году получил степень магистра пародонтологии. Много лет, много усилий, чтобы достигнуть этого уровня и получить эти знания. это важное сообщение для молодых людей. Если хочешь чего-то достигнуть, нужно много работать. Работать много и тяжело. именно по этой причине я оказался в Испании. Но вопрос, собственно, почему Испания и Коруния? Да, почему Коруния, а не Мадрид? Ну, потому что моя жизнь в Испании началась в Мадриде, работала в Мадриде много лет. В данный момент я приглашенный профессор на магистрской программе. Но встретился с девушкой, влюбился в нее. Девушка была из региона Галисия и по этой причине я, собственно, переехала в Галисию. Открыл клинику в Корунии в Галисии. Но развелся недавно, шесть месяцев тому назад. Полгода назад, да? Да. И вот сейчас нахожусь в Корунии, хотя не знаю, где я буду в будущем. Но причина, почему я оказался в Корунии, является дело амурное. То есть, в ближайшем будущем будете там, да, у вас клиника в Корунии в данный момент. Да, в данный момент у меня клиника в Корунии. Интересно, да? Потому что в самом начале вы сказали, что это было фактические идеи мамы и брата подтолкнуть вас к стоматологии. А возможно, это своего рода семейная династия? Ну, династия действительно может быть важной в мире стоматологии, потому что многие студенты являются детьми стоматологов. И семья стоматологов подталкивает к тому или другому решению. Да, такое бывает часто. Часто, что если родители стоматологи, то и дети идут по стопам стоматологии. Так есть ситуации встречаются довольно часто. Ну, вот у меня, да, брат стоматолога, и тоже подтолкнули к этой идее. Мама? Нет, мама не стоматолог, но мой брат, да, стоматолог. У брата клиника в Милане, нет, то есть вы двое детей в семье и оба стоматологи. Да, и я, и мой брат, старший брат также. Да, своего рода семейная династия, начало семейной династии стоматологии. А были ли у вас какие-либо какие-то веселые клинические ситуации во практике? Может быть, что-то связанное с пациентами, может быть, помните? Ну, в общем, работа стоматолога это очень стрессовая работа и приходится справляться со сложными стрессовыми ситуациями. Бывают сложные пациенты, очень сложные, очень требовательные пациенты, и не только с точки зрения анатомии, хирургии, а и с точки точки зрения психологии. Я думаю, стоматолог вынужден постоянно сталкиваться со сложностями в клинике. Было много разных ситуаций, не буду говорить о них сейчас, но мы все сталкиваемся с разными ситуациями, и очень стрессовыми, и очень радостными ситуациями, когда пациенты очень рады или очень злой. И стоматолог должен уметь справляться с этими ситуациями ежедневно, адаптироваться к этим ситуациям ежедневно. В случае обучения ситуация более ровная, скажем так. Если хорошо преподаешь, то проблем не будет. А вот в клинической работе можешь сделать очень хорошую операцию, но потом можете столкнуться с другой проблемой. Работа стоматолога, я считаю, является очень стрессовой. Вы должны уметь расслабляться и играть спокойно. Да, нужно адаптироваться к пациентам. Да. Да. Понятно. А вот что касается ваших пациентов, спрашивали ли вас когда-либо пациенты какие-то глупые вопросы? Вопросы о, ну, не знаю, любые какие-то глупые вопросы от пациентов. Хм. Но постоянно слышу какие-то вопросы от пациентов. Глупые вопросы. какие-то глупые вопросики. Да, нет. в общем мои пациенты не задают мне глупых вопросов. То есть есть так сказать профессиональные пациенты, которые знают вашу работу лучше, чем вы. такие профессиональные пациенты. Ну, вот с такими пациентами, конечно, нужно работать несколько иначе. И есть очень, 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 очень профессиональные пациенты. В таком случае есть два варианта. В два раза увеличить прайс, в два раза увеличить счет, или другой вариант. Если у вас есть какой-то лучший друг, лучший коллега, которого вы обожаете, отправьте такого пациента к вашему лучшему коллеге. ясно. Ну, давайте продолжим. И давайте поговорим о ваших хобби. Вы ведете здоровый образ жизни. Социальные сети, ваш инстаграм забит фотографиями, где вы бегаете, занимаетесь серфингом, ездите на лошадях, верховая езда, другие виды деятельности. вы это делаете для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, или это ваш способ снятия психологического давления после работы? Большое спасибо за вопрос. Вероника, это вопрос, связанный с тем, чем я занимаюсь ежедневно. Смотрите, мне 47 лет, и уровень энергии уже далеко не тот, который был в 37 или в 27. и когда мы стареем, с возрастом все больше и больше уделяешь время именно свободному времени. Жизнь, она не бесконечна. В молодости, да, перед тобой кажется, что время безграничное, а вот уже к 50 годам ближе, понимаешь, что времени не так уж и много. Вопрос важен, потому что мне нужно время для себя. Я люблю свою работу, я люблю работать, но я люблю также наслаждаться свободным временем. Я не хочу только-только работать, потому что да, занимаешься стоматологической работой, проводишь курсы, и это может забрать все свободное время. И вот здесь очень важно выделить немного времени для себя, для мозга, особенно для психологической точки зрения важно, и для тела важно. Спортом нужно заниматься, чтобы иметь здоровое тело, здоровый мозг, здоровое тело, наслаждаться жизнью. Для этого нужно делать что-то, что будет делать тебя счастливым. В моем случае проблем особых нету, потому что я люблю и кайтсерфинг. Если вы видели мой инстаграм, например, очень много фотографий с кайтсерфингом, когда я на пляже делаю фотографию, пощу его в инстаграм, например, через 15 минут снова фотография с кайтом, и друзья-стоматологи звонят и говорят, да ты постоянно на пляже что-ли занимаешься кайтсерфингом, не работаешь? Да нет, я тоже работаю, но когда я на пляже, я хочу сделать эти фотографии, потому что это мой момент, и 3 часа на выходных покатался на кайте, а потом целый день работаю, почему бы нет, а когда я на пляже, я делаю фотографии, и кажется, что я постоянно на доске, кажется, да, что не работаю, а просто отдыхаю. Вот очень важно достигнуть найти эту средину, золотую средину, соединяя спорт и работу. Ну вот, баланс между жизнью и работой. Мой совет для стоматологов, для коллег, работать много, но при этом очень важно находить время для спорта, и для того, чтобы наслаждаться временем, найти время для себя. Благодаря работе вы много путешествуете и имеете возможность познакомиться с разными людьми в разных странах, с различными национальностями. И даже видела фотографии у вас в инстаграме, где вы были одеты в кильт, шотландский костюм национальный, помните? Да, конечно, помню. А вот какая страна больше всего запомнилась вам во время поездок? Интересный вопрос. И самое любимое место в мире. Да, был в Шотландии, в шотландском национальном костюме, был в Аргентине, в Португалии, в Украине, потом вот здесь в России. Но для меня наверное самая невероятная страна это Зимбабве. Зимбабве. На юге Африки. И Зимбабве для меня это самая невероятная страна, потому что в Зимбабве можно пережить другие эмоции. Например, природа. Природа в Зимбабве просто невероятная. Природа просто невероятная. Можно находиться в лесу много километров вокруг тебя, нету ничего. просто дикая природа. И небо такое впечатление, что ты в планетарии находишься. Звезды как будто бы вот рядом. Небо просто невероятное. Невероятные виды вокруг. И просто невероятно, когда видишь животных. животных. Например, слона. Можешь пройтись рядом с слоном, львом. И в этот момент чувствуешь себя как хомо сапиенс в начале. Находишься в одиночестве перед слоном. И вот в эти моменты эмоции шкалят, потому что я думаю, что переживаешь те же эмоции, которые переживали хомо сапиенс в начале. Для меня это невероятные эмоции. есть еще одна невероятная эмоция. Контакт с командой. Вся команда стоматологов была вместе 10 дней для того, чтобы лечить там пациентов. И это вот тоже фантастический опыт постоянной работы в команде, проживая этот опыт работы с пациентами в таких местах. И последним в списке, но не по значению, это опыт контакта с пациентами в Зимбабве. Это были моменты, когда я работал бесплатно, по сути, дарил свою работу. Да, это благотворительность. для меня это важно, потому что, да, я работаю бесплатно для бедных людей, и я был в Зимбабве уже 8 раз. И если все пойдет хорошо, потому что завтра я сдаю ПЦР-тест, лечу в Испанию, и через неделю в Зимбабве. это будет девятая поездка в Зимбабве. Вот этот опыт командной работы. Помню ситуацию, когда работал целый день, вот как сегодня, да? начинается день, в 9 утра начинается работа, сейчас сколько, сейчас уже 10, да? 10 вечера. Работаем много. Много стоматологов, двойной курс. в Зимбабве, когда заканчиваешь работу, ситуация похожа на ту, которую я наблюдаю здесь. В конце работы стоматологи фотографируются, поздравляют друг друга. Я получаю больше, получаю больше, чем даю. Получаю больше, чем даю. в конечном итоге, люди очень довольны, и фактически я получаю больше, чем даю. И в Африке, когда в конце дня люди говорят, я хочу поблагодарить, я хочу поблагодарить до конца своей жизни. Вот в эти моменты я чувствую действительно счастье, потому что я получаю от них больше, чем благодарность. да, именно позитивные эмоции. А вы лечите там и взрослых, и детей? Мы лечим, пролечили 500 пациентов в день. 20 стоматологов проводят лечение 500 пациентов в день. работа как в цепи. Мой старший брат тоже ездил. Два стоматолога занимаются диагностикой, лишь диагностикой. Затем несколько стоматологов делают анестезии. Затем много стоматологов удаляют зубы, и многие стоматологи занимаются реставрационной стоматологией. Также происходит вот такая работа. Диагностика, анестезия, удаление, реставрация. А следующая группа лечит детей, обучают гигиене, использованию зубных щеток и так далее. Я считаю, что это действительно великолепная работа. И за день можно прилечить до 500 пациентов. Название организации «Смайл из фундейшн». Если хотите посмотреть фотографии, если хотите детальнее узнать о том, как это работает, можете в Инстаграме, в Фейсбуке, ввести название «Смайл из фундейшн». Но это безоплатно, да, то есть это благотворительность, да, вы этим занимаетесь, потому что хотите. Да, это бесплатно. Есть группа разных стоматологов, я являюсь основателем этой организации, вместе с некоторыми другими стоматологами, когда мы только начинали, и стоматолог оплачивает подъездку, проживание, и стоматолог, когда первый раз приезжает, ему нужно чуть больше заплатить, потому что компании нужно получить деньги, чтобы оплатить материалы, оплатить проживание. Могу поделиться более детальной информацией. В Зимбабве есть компания, которая организовывает всю эту работу, обеспечивает проживание и собирает команду для того, чтобы можно было выполнить эту работу. Invelo Safari называется. Это компания, которая организовывает данные поездки. А на сколько вы ездите обычно? Две недели, месяц? Поездка трехдневная. Трехдневная поездка, полтора дня, чтобы добраться, и полтора дня, чтобы вернуться обратно. И 12 дней там на месте работаем. То есть суммарно 15 дней. В Зимбабве непосредственно 12 дней. 12 дней лещите пациентов. С Зимбабве все понятно. А как насчет России? Это первый приезд сюда? Да, это мой первый приезд. Первый. Поделитесь вашими впечатлениями. Как вам нравится Россия, люди? Может быть, что-то для вас кажется здесь необычным. Для меня опыт абсолютно позитивный. Позитивный опыт – да, тяжелая работа, уставший сейчас, да, но очень счастлив. Мой опыт очень-очень позитивный, очень хороший опыт, люди невероятные, вся команда, все стоматологи, и я получаю больше, чем даю. Это моя первая поездка, и я очень доволен. Завтра, в понедельник, я не знаю Россию снаружи, потому что, да, видел только красивое здание, которое я видел, пока ехал из аэропорта в отель, нахожусь в отеле, поэтому я не знаю Россию, но именно поэтому завтра мы запланировали экскурсию. И если у меня будет возможность провести такой курс еще раз, то запланирую несколько дней дополнительно, чтобы лучше познакомиться со страной, ну а сейчас, к сожалению, график очень интенсивный, были только эти дни для проведения курса. В следующий раз буду планировать, чтобы посмотреть Россию. Но завтра, собственно, мы приложим максимум усилий к этому, чтобы вы посетили интересные места и попробовали национальную кухню. Стоматология довольно прибыльная область, это не секрет. Вы руководитель собственной клиники, международный лектор, преподаете в университете студентам и также занимаетесь клинической практикой. Я думаю, что многих людей интересует, им было бы интересно узнать среднюю зарплату стоматолога. Это очень сложный вопрос. Хотел бы поговорить о своей зарплате, но здесь нужно учитывать, что зарплата стоматолога зависит от того, каким лечением вы занимаетесь. Если вы целый день устанавливаете имплантаты, можете заработать много денег, но есть день, когда вы занимаетесь другими процедурами и тех же денег вы не заработаете. Я пародонтолог. Да, иногда устанавливаю имплантаты, но ежедневно занимаюсь переулечением. Поэтому в мире стоматологии есть разные уровни зарплат в зависимости от того, какое лечение вы предоставляете. и очень сложно сказать уровень. В один день можно заработать много денег, в другой день другую сумму и сложно сказать, какая фактически зарплата. каждый месяц она может быть разной. В этом месяце у меня было четыре курса за один месяц. В следующем месяце курсов нету. То есть вариантов очень много разных, поэтому сложно ответить на ваш вопрос. Но есть еще один вопрос о работе в Испании и жизни в Испании. Смотрите, если я думаю, если бы я работал в Англии или в Штатах, предполагаю, то я думаю, что стоматологи там больше зарабатывают, чем в Испании. Испания великолепная страна. Хороший уровень жизни, который вы можете наслаждаться. Хорошая погода, действительно хорошая погода, хорошие места, можете наслаждаться жизнью, наслаждаться и жизнью, и работой. А есть страны, где можно работать было бы, конечно, больше, и зарабатывать можно было бы больше, но там нету такой погоды, как в Испании. То есть был вопрос о балансе между работой и наслаждением. вот в Испании как раз наилучший баланс. В чем именно секрет вашего успеха? Как считаете? Успех. Сложно говаривается это слово успех. Три недели тому назад был на английском курсе и один из участников вместо successo на английском говорил sex, sex. На испанском успех звучит successo или successo на итальянском. А, извините, прочитаю успех. Угу. Ну, я думаю, что есть три важных момента. прежде всего нужно много работать. Касательно этого, не сомневаюсь, ни грамма. Нужно много работать для того, чтобы достигнуть успеха. Это является основой. Нужно любить работу для того, чтобы много работать. Это первое. второе, ну, по крайней мере, поделюсь своим опытом. Это креативность. 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 Креативность, потому что, если вы хотите изобрести другую хирургическую методику, нужно, чтобы вы были креативны, чтобы изобрести что-то новое или провести исследования в университете, да, нужно быть действительно креативным, чтобы разработать что-то новое, чтобы увидеть что-то новое. Периопиксель, поговорим немного о Периопикселе. Это анимационная компания, которая делает анимационные видео. Я создал Периопиксель благодаря креативности. Да, приходится много работать, но для Периопикселя как раз креативность является самым важным. Креативность. То есть много работать, креативность и третье, очень важный пункт, третий, удача. Удача нужна. В жизни удача нужна всегда. Немного удачи. Немного удачи нужно было, чтобы поступить на магистрскую программу. Нужна была удача, чтобы приехать сюда, да, благодаря Марине. В жизни важна работа, но и удача. Я думаю, что, да, я хороший преподаватель, но если бы мне не везло, я бы не приехал сюда, даже несмотря на то, что я хороший учитель. и вот как раз в случае с Мариной нужна удача, чтобы быть успешным. Работа, креативность и удача. Сейчас у вас есть возможность посмотреть в камеру и дать пять советов молодым стоматологам, которые бы позволили им стать более успешными в их карьере и получать больше удовлетворения от работы. Вот посоветуйте, как не терять терпение. Прошу прощения, я эти вопросы буду зачитывать, потому что для меня очень важно донести сообщение. Я буду зачитывать, так как это очень важно. Итак, пять пунктов. Прежде всего, нужно решить, хотите ли вы стать общим стоматологом или хотите специализироваться. Это очень важно. Общая стоматология, общий прием или же узкая специализация. Второе. После принятия этого решения очень важно влюбиться в то, чем занимаешься. если тебе не нравится твоя работа, ничего не получится. Это очень важно. Влюбиться в свою работу. То есть, иметь желание заниматься тем, чем занимаешься. Да, конечно. и независимо от вашего выбора требуется обучение. Минимум 3-4 года в случае специализации. Ну, в моем случае переспециализация заняла 3-4 года. стоматология. И всю дальнейшую если вы решили заниматься общей стоматологией, придется учиться всю жизнь, не останавливаясь. Четвертое. Работа стоматолога тяжелая. Отношения с пациентами бывают очень сложными. Но нужно оставаться спокойным. Это часть игры. Да, это часть игры. И последнее в списке, но не по значению. Не делайте пациентам то, что вы не хотели бы, чтобы сделали у вас во рту. Спасибо, Дина. Это будет очень полезная информация для наших стоматологов. Спасибо за это невероятное интервью. Вы показали себя не только с профессиональной стороны, но и как невероятно интересный человек. И сегодня вы стали членом нашей отекс-компании, отекс-команды. Мы очень рады вас видеть. Для нас это было очень невероятно приятное сотрудничество. И большое вам спасибо. Спасибо вам, Вероника, за вашу помощь. Вы тоже много работали для всего этого, и я помню, что весь месяц мы с вами общались по WhatsApp, и вы могли адаптировать вашу ситуацию к моей сложной жизни. так что действительно спасибо вам. Спасибо большое вам за вашу помощь. И спасибо всем.